Сильно взорвался. Вот. Собственно, на самом деле, по наблюдениям таким официальным, я думаю, что можно закончить, потому что это такая знакомительная вещь. Вот. И перейти ко второму докладу о искусственных и природных долгоживущих светящихся образований в атмосфере и, собственно, их влияние на поверхность Земли. Следующий. Мой доклад, то есть он будет на русском, но для наших зарубежных коллег я решила, что нужно оставить английские слайды, чтобы можно было прочитать. Собственно, вообще взаимодействие атмосферного электричества, в частности, долгоживущих светящихся образований с поверхности Земли, это довольно интересная тема. которая всегда волновала людей. И мы решили, что почему бы не исследовать взаимодействие, конкретные последствия взаимодействий ДСО с поверхностью Земли. И, собственно, у нас было наблюдение взаимодействия ДСО с поверхностью почвы в республике Адыгея. И был доставлен нам образец чернозема с такой вот прям проплавленной дыркой. Мы решили его изучить и посмотреть вообще его свойства, посмотреть, каким образом у нас меняется там электропроводность, намагниченность, кислотность и так далее. В итоге... Можно следующий? Наши методы исследований, это был морфологический... Морфологическая оценка эффектов взаимодействия нашего ДСО с почвой при помощи, ну, собственно, да, я уже говорила, что магнитная восприимчивость, порозность агрегатов, это просто количество воздуха в нашем образце и электропроводимость. И в дальнейшем мы пытались повторить похожие эксперименты и добиться такой же намагниченности, такой же электропроводности, и порозности при взаимодействии искусственной плазмы, коронного разряда, капиллярного разряда с почвоподобными объектами. Для этого у нас была установка. Сначала мы пытались сделать взаимодействие капиллярного разряда с поверхностью почвы, потому что в атмосферном электричестве задействуются различные виды разрядов, поэтому мы решили, что можно попробовать начать с капиллярного разряда ввиду простоты эксперимента и вообще посмотреть, что-то у нас меняется или нет. Следующий слайд. Это у нас три типа почвы, которые мы использовали. Это выщелоченный прикавказский чернозем, типичный чернозем из Липецкого региона и глина и песок из Владимирской области. Следующий слайд. После воздействия на наши образцы при помощи капиллярного разряда у нас получились удивительные результаты, что мы обрабатывали два типа песка, глины и чернозема. Влажный, сухой и, собственно, контроль. Относительно контроля видно, что сухой обработанный образец у него проводимость порой увеличилась почти в два раза. То есть, например, для чернозема у нас увеличилась она почти в два раза. Для глины у нас чуть меньше, там 1,7, по-моему, было. А вы что, прилагали электрическое поле, а после этого мерили проводимость? Нет. Мы сначала... У нас был разовый выстрел из капиллярного плазматрона, затем проходило какое-то время, затем, чтобы стек заряд лишний и так далее. И мы смотрели просто, каким образом поменялась электрон... у нашей проводимость после где-то вот... ну, после суток, после эксперимента. И она резко поменялась. Она резко поменялась, да. Следующий слайд. Так же была померена магнитная восприимчивость при помощи вибрационного магнитометра. И было замечено, что различаются кривые гестерезиса, то есть на магнит, но если у нас действительно изменилось, черный — это у нас наш гестерезис для необработанного, то есть контроля, и красным сделаны гестерезисы гестерезисы обработанных образцов. Следующий слайд, пожалуйста. Да, дальше мы решили подумать, что, ну, так как у нас наш эксперимент... Точнее, даже не эксперимент, а наши натурные наблюдения были проведены в поле, поэтому мы решили задуматься, каким образом вообще это может происходить. Следующий слайд, пожалуйста. Оказывается, в местах, где у нас есть довольно серьезная грузовая активность, наблюдаются некоторые изменения в проращивании ростков, то есть каких-то зерен и так далее. И были работы ученых из Германии, которые исследовали этот вопрос, и оказалось, что действительно очень сильно меняется, во-первых, морфологии корней, то есть при обработке, то есть, например, где была сильная гроза или, например, сильная какая-то магнитная боль, там, под лэп и так далее, происходит изменение именно формы корня. То есть обычно корень, например, той же пшеницы, он как бы растет просто вниз, такой как морковка. Электропорез есть такое явление, скорее всего, там что-то похоже. Вот, может быть, комплекс как-то еще явлений был. А после обработки у нас получается, что больше ответвлений в бок, то есть больше вот этих мелких волосков, которые бы впитывали воду, образовывается от центрального корня. И самый центральный корень не такой глубокий становится. Следующий слайд. Также после воздействия, например, той же линейной и, по сведениям очевидцев, например, шаровой молнии, получаются некоторые такие круги на полях, которые вокруг, отверстия, которые взаимодействуют атмосферное электричество с почвой. И вокруг этого получается такая немножечко примятая трава и посередине вот это вот отверстие. Примятая трава при ближайшем рассмотрении оказывается высохшей травой с сгоревшими, точнее, взорвавшимися узелками. То есть там происходило кипение сока, которое внутри живого растения и в узелках, собственно, он кипел и взорвался. Следующий слайд. Да, собственно, наш объект исследований был как раз из Республики Адыгея совсем недалеко отсюда. Вот, следующий слайд. Вот наш, собственно, объект исследований. У нас было такое вот прямо отверстие в почве. Нам привезли большой, большой такой кусок почвы, где-то глубиной почти метр и в диаметре метра полтора. Привезли в Москву для исследования. Поэтому на правой картинке мы можем видеть кусочек стенки вот этого вот цилиндра, который получился. Причем при дальнейшем исследовании оказалось, что если смотреть вот, то есть здесь полость, внутри она сантиметров, по-моему, насколько я помню, 20, наверное, в глубину. И здесь вот плотность относительно края стенки, то есть здесь у нас идет запекание почвы. И в дальнейшем плотность падает практически экспоненциально. То есть здесь у нас совсем плотно и потом постепенно плотность меняется. То есть если бы это была, например, та же палка, которая воткнута, она, во-первых, бы не дала следов оплавления, а во-вторых, у нас бы плотность была бы, резко менялась бы в точки втыкание палки и в дальнейшем у нас была бы обычная плотность. А тут она именно плавно меняется. Следующий слайд. Да, наши параметры образца собственно вот такие. Я думаю, не стоит на этом останавливаться, потому что уже времени не так много. Времени, минуты три. Следующий слайд. Здесь у нас изменений нашей проводимости у натурного образца относительно контроля. То есть синий это контроль где-то в полутора метрах от нашего образца. И красным это эпицентр. Эпицентр это вот как раз вот эта стенка, которая плотная. Следующий слайд. Это плотность и порозность собственно практически обратной величины. для стенки и опять же контроля. Следующий слайд. Да, также были померены магнитные восприимчивости и также выяснилось, что для эпицентра и для... Следующий слайд. Это обратно-обратно. Для эпицентра у нас действительно раскрыт гистерезис. То есть здесь не виден контроль, но он сильно отличается, потому что он идет практически вот так вот. То есть у нас была отдельная картинка, что-то я ее как-то подевала. Следующий слайд. Да, и мы решили повторить также эксперимент с коронным разрядом, потому что все-таки предгрозовая атмосфера предполагает наличие как раз вот коронного разряда. Следующий слайд. То есть, например, те же огни Святого Ельма, которые получаются в предгрозовую погоду возникают из-за как раз наличия нашего вот этого коронного разряда. Следующий слайд. И мы делали эксперименты с коронным разрядом и различными пудрами, то есть алюминиевыми, порошками, тонкими деревянными порошками и так далее. чтобы посмотреть вообще, каким образом у нас, когда идет взаимодействие коронного разряда с поверхностью, каким образом образовываются ли у нас какие-то фигуры, может быть, какой-то ионный ветер влияет на это. Следующий слайд. Вот. И удивительно, но у нас получились действительно воронки на поверхности жидкости. Причем воронка крутилась в глубину она при... То есть у нас максимальное напряжение, которое мы прикладывали, было до 30 кВт. И при увеличении напряжения наша воронка сначала возникала без всякого ветра, без ничего, просто начинала возникать воронка, затем она становилась все глубже и шире, и вот на максимальный, возможно, там в районе 25 кВт у нас получалась глубокая воронка, которая в какой-то момент начинала схлопываться, то есть крутилась воронка, потом где-то раз в 2-3 секунды она схлопывалась, вырывался столбик, столбик не прикасался к игле наверху, просто вот так вот, не знаю, просто стоял секунду, наверное, потом опять заново получалась воронка, которая крутилась, и потом опять схлопывалась, и опять происходил столбик. Колебательный процесс. Да, причем он как бы не периодически, он то возникал, то не возникал, и опять же свечение иголки было вследствие того, что там коронный разряд. Следующий слайд. И очень интересная у нас получилась вещь, это структура вот такая вот холмистая, грубо говоря, то есть у нас это момент того, как у нас схлопнулась воронка и вырывается столбик. Следующий слайд. Здесь, я думаю, не стоит уже мы разбирали плазмохимию атмосферы воздуха. Следующий слайд. Ну, просто смотрели, при какой напряженности поля у нас будет, какие времена нашего, при какой концентрации у нас будет напряженность поля и так далее. И получалось, что, например, если у нас будет травинка, которая высотой, ну, допустим, поля, у нас есть там пшеница и высотой, допустим, 20 сантиметров и толщина ее, ну, где-то 2 миллиметра или где-то так, то у нас может поле локально на кончике нашей травинки увеличиваться почти в 100 раз. То есть, если у нас преднагрязовое поле, например, 150 кВт на сантиметр, его не хватает для пробойного, то на кончике иглы у нас может быть очень высокое напряжение вследствие того, что у нас идет заострение как на кончике иглы у нас увеличение локальное поле. Точно так же и на травинке может быть. И если у нас есть поле, состоящее из таких травинок, то у нас будет локальное увеличение поля и, возможно, также локальный нагрев около вершины наших травинок. Следующий слайд. Да. Собственно, здесь приведены результаты, что у нас электронные, наша проводимость изменилась почти до 2,5 раз в различных образцах, что у нас плотность увеличилась почти на 0,2 в эпицентре. И приведена была модель, при которой у нас возможен локальный нагрев и локальное изменение проводимости при коронном разряде, то есть частично исполняющимся в атмосферном электричестве. Следующий. Все, спасибо большое. Аудитория аплодировала, а для я без напоминания, вот это интересно. Все, везде надо говорить, а теперь без вопроса. по-русски, по-русски, 2-3 года. Они смотрели в 1-1 году, когда было много литнинг-стрики в этой регионе. И потом, 3 года, они смотрели, когда было меньше литнинг и так далее. И это действительно разнообразие. Так что наши коллеги из Германии смотрели, они смотрели эксперименты с ионизированием зерна? Сид. И они смотрели реально from the beginning to big plants of these two ways и they really get some amazing results about some immunity of the plants also. So, plants which were ionized when they were seeds, they have really good results of growth and protection of bacteria and they were not getting ill with some illnesses which were some and other plants Are you aware that on genuine crop circles they find on the tips of the wheat and sometimes highly magnetic spheres. I didn't include this in my presentation I would have done if there was more time but I have it here. This was created in dusty plasma spheres, highly magnetic. This was created in the lion reactor that I talked about where this boson over appeared inside the quartz and we have multiple magnetic spheres connected to it just like you get in crop circles. This is on a genuine crop circle with the magnetic spheres above. Oh, we have some information about some clusters which were in the circles from the siliceum O3 and it's really another crystallized material only in circles and we made some So, it will be discussion. So, we made some experiments of interaction plasma jet with some metal materials and we get the same structures, same structures like your left and on the right. Yes, ok. Еще вопросы. Батвина. Скажите, пожалуйста, вы когда коронным разрядом воздействовали на пудру, там вы сказали, что крутилась пудра, да? А какой был ток, переменный или постоянный? У нас был постоянный ток, у нас был стабилизатор, и там было порядка 100 микроампер, насколько я понимаю. 100 микроампер, да? А на каком расстоянии? Расстояние было порядка 9 миллиметров. То есть мы варьировали расстояние между поверхностью жидкости и иглой и смотрели при каких... Это жидкость... Пудра на жидкость. Пудра на жидкость. Пудра на жидкость. Пудра на жидкость, да? Значит, и какое напряжение? Напряжение до 25 кВт. То есть мы его постепенно поднимали, вследствие этого у нас увеличилась воронка, и вот в какой-то момент он начинал схлопаться и достал вот этот столбик. И плюс-минус какие? Плюс-минус у нас сейчас... Сейчас, можно обратно? У нас здесь это отрицательная корона, и у нас нижняя часть заземлена, то есть у нас диэлектрическая кювета, но внизу у нас идёт электрод из... На иголке минус. Да, и она была, получается... Да, лучше у нас получалось, когда у нас на иголке... Электрона стекать, да. Даже я, спасибо. Электрод какой-то, какой-то, какой-то погружен, да? Нет, он не погружён, он над ним. Второй, да? Второй жидкости. Поподробнее её поспрашивать ещё вопросы. Климат. Вот для понимания, вот этот вот диаметр дырки, который ты показывал, это сколько там он был? Ну, там сантиметр 8 где-то было. Ну, то есть типичный диаметр линейный мол. Да, да, да. И второй вопрос. Ну, всё-таки, казалось бы, сам Бог вам дал возможность сделать химический анализ от этих стенок. Вы делали? Да, там получалось, что вот была спёкшаяся почва. Вот слое спекания, как отличался анализ химический вдали и на стенах? Химический только те, что там были вот именно структуры... Химический ничем, только вот... Химический вы делали? Химический, да. Вот у нас делали факультет почвоведения, они делали анализы, и у них не было разницы. У них было только именно в морфологии. Очень грубые. Баранок. А вот картина обаёкших этих колосков, она полная, она есть? Не только дырка. Что вокруг-то было? А, ну, к сожалению, у нас вот только вот то, что вот нам предоставили с места. Ну, они ведь рассказали, что там было? Они рассказали, да, что у них вокруг вот было вот такое вот, как будто вот притоптали траву прямо вокруг. И, притом, на расстоянии где-то сантиметров 20-30 у них были живые. По-моему, у Вычкова для я есть более подробные. Да, да, у него есть. Да, и там, как будто вот оттуда полёкшая симметричная структура. А, ну вот, да, Андрей. А вот по поводу всё-таки травинки, которую вы показывали, у которой взорвались... Ну, взрывались... Узелки. Узелки, да. Так вы вот такой эффект воспроизвели? Да, мы воспроизвели. У нас действительно... При каких условиях? При... У нас получился коронный разряд порядка 25 киловольт и темпер... Ну, ток порядка 100 микроампер. Там было 110, по-моему, микроампер. И у нас действительно сварились кусочки. Ну, то есть вот то, что было прям недалеко от иглы, у нас прям сварилось, вскипела жидкость в... ну, сок внутри травинок. И они загнулись прям вот так вот. То есть отличительная особенность... В узлах или нет? В узлах или нет? До узла. Потому что у нас не хватило мощности. Если бы была более мощная установка, я думаю, у нас бы сварилось чуть ниже. А одну травинку? Одну травинку? Нет, там было несколько травинок. То есть они говорят, всё, что было около иглы... То есть это ток, он на большую? Да, да, да. Ну, то есть, так как у нас диаметр иглы был 0,5, то у нас где-то было, ну, сантиметра, наверное, 2. А вот вокруг там все сварились травинки. А через травинку вы не делали? А, Андрей, ну, вот уже в кулуаре это можно, короткий вопрос. Ну, давайте ещё раз поблагодарим Адлию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем пока!